Слава Украине! Привет всем от Полуанского! Бавовна! Бавовна была, ребятки, этой ночью в Крыму. Если кто помнит Новофедоровку, там российско-фашистский военный аэродром находится. И там уже когда-то, помните, ну тогда были еще не прилеты, это был, по-моему, 22-й год лета. Помните его, да, как он взорвался тогда? Кто-то что-то туда пронес, короче, наш гурт там сделал очень большой шухер. Это дело было тогда. И вот сегодня утром, расисты это с горечью признают, был опять прилет по аэродрому Новофедоровке. Это визуально находится рядом с Саками вообще. Название что такое, господи, прости, да. Ну, Сакский район, ничего не сделаешь, это город Саки фактически. Значит, там было два прилета на самом деле, не один, а два. Один в этой Новофедоровке, а второй получается в Шелковичном. Это село, ну там буквально в 4-5 километрах от этого места. Так вот, друзья мои, прилет по аэродрому в Новофедоровке, там прилетел кассетный Атакамс. Очень красивое попадание было. Был взорван склаз боеприпасов. Интересно, что расисты, вот тоже они умеют подать эту, значит, ситуацию. Было 4 ракеты, мы 2 сбили. Одна ракета упала, при этом, да, вот, одна ракета упала. Какая, сбитая, не сбитая, вы вообще хоть что-то сбили. Одна ракета упала, говорят, в районе аэродрома Новофедоровка. Ну, подумаешь, там сгорел с класс боеприпасами. Это отрицательно потушен, короче говоря, оказался. Два раненых. Вот я тут, я тоже, я в таких случаях трачу глаза, потому что, вот представьте себе, падает Атакамс, кассетный. Из него вываливается там непонятно сколько этих вот кассет, и все взрываются. Взрывается склад с боеприпасами, это они признали. Два раненых. Вы можете в это поверить? Вот и я об этом, да. Но, тем не менее, это то, что они сказали. Значит, нам главное, что Атакамсы долетели, бововна была такая, как надо. Вот, то есть, там все взрывалось, все горело, все, короче, в полной лепоте. Вот, есть, сейчас подыщем фото, видеоматериалы, положим вам в описании к данному ролику, чтобы вы посмотрели. Это первый момент. Второй момент, это рядом село Шелковичное, тоже буквально там рядом, то есть, Атакамсы летели одновременно по двум точкам. Значит, там разбит был склад с боеприпасами, и самое главное, там был разбит радар, мощный радар, который там находился, часть, очень, скажем так, важная часть противовоздушной обороны, Рашизской в Крыму, он был уничтожен. Вот такой вот, такая вот бововна была. Значит, как минимум отменусованы склады и радар. Но, что интересно пишут расисты, вот есть там у них несколько, скажем так, Z-блогеров, которые освещают эти вещи, они начинали свои сообщения, с такого, знаете, начинали день, с такого сообщения, недоброе утро страна. То есть, если бы, скажем так, если бы попадания были малозначительными, либо же ограничивались только небольшим количеством техники, либо же боеприпасов, ну, такого вот приветствия, недоброго утра страна, не было бы. Ну, они бы признали, да, было, но такое ерунда, ну, переживем, мол, пойдем дальше. А тут недоброе утро страна. Поэтому я сильно подозреваю, что пострадал не только радар, не только склад боеприпасами, с боеприпасами, и не только два человека. Мне кажется, там было что-то гораздо больше. Но, опять-таки, об этом мы узнаем несколько позже, когда пойдут апдейты по этой ситуации. Я уверен, что там, ну, эти вещи тоже сгорели. Ну, вот что кроме них. Все будет Украина. Продолжение следует...